Всем привет, с вами Дима и проект Ferrum Live. Сегодня к нам нежданно-негаданно приехал Xiaomi Mi 5S Plus. Мы думали, что он застрянет на таможне, но этого не случилось. Приехал он к нам из интернет-магазина GearBest, на чём свидетельствуют знакомые многим вот эти вот белые кусочки скотча с синей надписью CY. Поставляется девайс в белой коробке точно такой же, как и Mi 5S, с тиснением Mi сверху, вот. Кроме Kunfsun 5S Plus, тут также на тыльной панели у нас написано, что поддерживаются разные диапазоны частот. Опять-таки, Kunfsun 5S Plus, что здесь 821 снэп, 5,7 дюймовый экран, 2,5D скругление на стекле и батарейка на 3800 мАч. Ну и камера на 13 Мп основная и на 4 Мп фронтальная. Внутри белой коробочки нас первым делом встречает девайс в картонном лоточке, мы это всё дело нифига себе. Убираем в сторону. Под лоточком нас ожидает чехольчик пластиковый. Прикольно, посмотрим, как он смотрится на девайсе и как он хорошо сидит. Также Quick Start Guide на китайском языке, в который у нас встроена скрепочка. Сколько я понимаю, комплектация и по оформлению, и по численности отличается от таковой в Mi 5S. Также здесь имеется у нас кабель USB-USB Type-C, в котором точно, я уверен, нет ничего особенного. И адаптер питания, который китайцы с него... с которого китайцы с их Gearbest уже сняли защитную наклейку. Видимо, они его зачем-то заряжали. Так, батарейка, точнее батарейка, адаптер питания на выходе у нас имеет ток в 5 вольт, 2,5 ампера, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,5 ампера. Это говорит нам о том, что используется какая-то технология быстрой зарядки, какая именно, я, если честно, пока не знаю. Если увижу в характеристиках эту информацию, обязательно вам её озвучу. Переходим непосредственно к самому телефону. Выглядит он у нас вот так. Это, я так понимаю, цвет розовое золото или просто голд, но, во всяком случае, цвет алюминия у нас неестественный. Он явно чуть-чуть тонирован в такой жёлтый цвет. Давайте снимем противные плёночки, для того, чтобы хоть как-то оценить внешность аппарата. По дизайну он мне очень сильно напоминает Xiaomi Redmi Pro благодаря своей шлифовке. На тыльной панели у нас, помимо логотипа, имеется сдвоенная камера, сдвоенная вспышка, окошко сканера отпечатков пальцев, ну и две пластиковые вставки с имитацией шлифовки сверху и снизу. Если честно, это не очень хорошо. Дизайн Mi 5S мне в этом плане нравится больше, потому что корпус, по сути, состоит из двух частей. Это огромная металлическая ванна, в которую вставлено стекло. Здесь же у нас имеются пластиковые вставки. Скорее всего, они царапаться начнут самыми первыми. И, наверное, поэтому производитель укомплектовал телефон вот этим вот чехольчиком. Давайте же посмотрим, как он сидит на аппарате. Чехольчик у нас абсолютно и полностью прозрачный. Одевается он на углы, одевается очень легко, скорее всего, и снимается тоже. В принципе, внешность аппарата он практически не меняет, но при этом он будет защищать тыльную панель. Как известно, как я, в общем-то, говорил уже в видео по Xiaomi Redmi Pro, шлифовка это, по сути, оголение чистого металла. А чистый алюминий сам по себе, он не шибко твердый и царапается он достаточно легко. И пользователи айфонов со снятыми фасками, они знают, что фасочки это то, что собирает царапины в первую очередь. И, наверное, поэтому вот этот чехольчик у нас здесь есть для того, чтобы защитить шлифовочку и вот эти вот пластиковые вставки сверху и снизу. Переливается это все дело, конечно, безумно красиво, вот, но, так скажем, недостаток практичности, он не позволяет мне назвать это решением идеальным. На правой грани у нас находится кнопка питания качели регулировки громкости, слева у нас лоточек, и в этом лоточке у нас имеются слоты под две нано-сим-карты. Ставить карту памяти в этот телефон, к сожалению, нельзя. Вот. В принципе, для флагманских, так скажем, смартфонов от Xiaomi это нормальная практика. Во всех Mi чего-то там, насколько я помню, карту вставить нельзя было. В Mi 5 точно, в Mi 5s тоже. Ну вот, в Mi 4 тоже нельзя было, ну и, естественно, в Mi 5s Plus тоже нельзя устанавливать карту памяти. Снизу у нас находятся две зоны перфорации, под одной из них точно динамик, под второй точно микрофон, ну и посреди этого всего дела находится у нас порт USB Type-C. Ну и сверху у нас мини-джек, дополнительный микрофон для шумоподавления и инфракрасный порт. Очень приятно, что он здесь есть. На лицевой панели у нас также имеется пленочка, а помимо нее у нас вообще здесь находится 5,7-дюймовый экран, над которым живет разговорный динамик, датчики, камера. Наверное, здесь где-то есть светодиод пропущенных уведомлений, он по идее должен быть, но я не вижу где именно. А также три сенсорные кнопки меню, домой и назад. Пока телефон включается, что хочу отметить, лицевая панель у нас имеет скругление, 2,5D, стекло, как и было заявлено на коробке, здесь действительно присутствует. Рамки по контуру экрана. А ну, Сереж, можешь мне, можешь Mi 5S мне дать на секунду? Вот тут очень интересно. Я люблю зарабатывать деньги на воздухе. Да кидайте, значит, синагоги вагонят. Нам передают привет из синагоги, и мы видим, что на этих обоях у меня показать ни черта абсолютно не получится. Я поставил сюда одинаковые обои для того, чтобы было видно, и как мы можем заметить, я не понимаю, почему так сделано, но на Mi 5S, который меньше, черная рамка по контуру экрана, она пипец толще. Она раза в 4, наверное, шире, чем на Mi 5S Plus. Ладно бы, если бы было наоборот, можно было бы сказать, что вот тут телефон больше, и поэтому рамочка у нас толще. Но получается с точностью до наоборот, и почему так, я не знаю. Короче, от моих каких-то личных непониманий переходим непосредственно к нашему девайсу. Давайте проверим диапазон регулировки яркости. Для этого не мешало бы посмотреть, включена ли автояркость или нет. Так, 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 так. Brightness Level, автоматик, выключено. Минимальная яркость. Я сказал, минимальная яркость. Вот, на экране вы не видите, наверное, вообще ничего. Я не вижу практически ничего, едва ли очертания значков. Ну и максимум у нас как бы ультра яркий. Наверное, не настолько, возможно, не настолько яркий, как на Mi 5S. И мы сейчас это, кстати, проверим. Хотя, хотя, нет. Как мы видим, абсолютно идентичный верхний порог яркости. Я лично вижу, да и вы, в принципе, тоже, что экраны по верхнему порогу яркости, в принципе, абсолютно одинаковые. Так, давайте проверим, какой у нас здесь установлен MIUI и какая версия Android. Android здесь 6.0.1 MIUI 8.0 Stable Global. Я не уверен, что это реально глобальная прошивка. Возможно, это какой-то хитрый кастом на базе MIUI. Вот, мы сейчас проверим количество языков. Я более чем уверен, что их здесь очень много. Да, языков действительно тьма. Украинский есть, русский есть, болгарский есть. Выбираем русский. Ну и, в общем-то, наверное, на этом не всё. Вот, потому что я забыл показать углы обзора. Смотрим вместе. В принципе, я сейчас просто смотрю для себя, потому что через камеру это не очень удобно было. Имеется некоторое искажение в плане баланса белого. Под вот таким вот критичным наклоном немножечко цвета отдают таким жёлто-зелёным цветом. Но в остальном, в принципе, не считая незначительных потерь в яркости, которые очевидны, исходя из того, что подсветка идёт в этом направлении, мы смотрим под углом и поэтому яркость теряется. Если не принимать этого внимания, то, в принципе, экран вполне себе адекватный. Никаких жёстких искажений или инверсии у него нет. Вот, поэтому, в принципе, я могу сказать, что углы обзора хороши. Ну и на этом, наверное, у меня пока что всё. Я сейчас отлучусь, поиграю с этим телефоном чуть побольше, посмотрю, как работает сканер отпечатков пальцев, установлю синтетику игры и так далее и тому подобное. И вернусь к вам буквально через мгновение, для того, чтобы более подробно рассказать вам о Xiaomi Mi 5S+. Ну что, я вернулся и мы продолжаем разговор о Xiaomi Mi 5S+. И начнём, наверное, с корпуса. Я скажу, что помимо шлифовки тыльной панели, мне корпус практически всем не нравится. Мне не нравится то, что здесь у нас сканер отпечатков пальцев находится на тыльной панели. Мне не нравится то, что здесь у нас имеются пластиковые вставки. Мне не нравится эргономика этого корпуса. Ну, тут уже не так к корпусу, как к формату претензия, потому что 5,7-дюймовый аппарат, очевидно, что им одной рукой управлять практически нереально. И почему меня это реально бесит? Если бы этот смартфон вышел просто сам по себе, вот, не в ключе серии Mi 5S, то всё было бы окей. Но у нас есть простой Mi 5S, который вы сейчас здесь видите. И в этом аппарате практически всех недостатков, которые для меня актуальны по поводу Mi 5S+, их нет. Здесь у нас корпус анодированный, он не будет так царапаться. Он у нас матовый, поэтому на нём отпечатки пальцев не видны, тогда как вот этот корпус нужно будет постоянно вытирать, и это плохо. Он более компактный, окей, мы это проехали. У него нету пластиковых вставок сверху и снизу. Здесь у нас цельная алюминиевая абсолютно задняя панель. Вот, и мне, если честно, непонятно больше не то, почему эти решения здесь применены, а почему нельзя было сделать два телефона с условно одинаковым, там, за исключением некоторых мелочей, там, допустим, топологии камеры и вспышки на тыльной панели, за исключением вот этих вот вещей, почему нельзя было сделать дизайн один в один, как делают, например, те же Apple. Вот. Я не понимаю, как можно было сделать дизайн этого аппарата более пёстрым и менее, так скажем, практичным, но при этом более компактный аппарат, который с большой вероятностью будет меньше выпадать у людей из рук, сделать более практичным. Я не знаю, как так. Я не сказал то, что здесь у нас имеются снятые фаски, вы их, наверное, сейчас видите по бликам. Вот. Они у нас находятся по контуру вот этой металлической панели, и при том фаска снята как с лица, так скажем, так и с тыла. Опять-таки то же самое мы видели в Xiaomi Redmi Pro. В принципе, по корпусу, наверное, всё. Ну и теперь поговорим о том, что заметно невооружённым глазом, то, что у нас находится на корпусе, сканер отпечатков пальцев. Опять-таки повторюсь, есть вот такой вот парень, как Mi 5S. Я вот так вот вам его криво покажу. Здесь у нас сканер находится на лицевой панели, он у нас находится в кнопке, которая не механическая, она сенсорная. Всё с ним хорошо. Здесь сканер на тыльной панели, мне не нравится такое решение. Оно неудобное. Но, тем не менее, поговорим о нём. Я внёс сюда один слой отпечаток одного указательного пальца. Показываю, как работает. Есть. Нет. Есть. 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 Ну, теперь на эту камеру. Слепой тест. Есть. Есть. Один раз мы не сработали. Возможно, тут работает тенденция, которую я заметил давным-давно, когда Xiaomi устанавливает сканер на лицевой панели. Он работает у них хорошо, когда они его ставят на тыльную панель, он работает хреново. Вот. Но, скорее всего, это не так. И один раз я просто криво попал пальцем по сканеру, и поэтому он не считался. Опять-таки, это объясняется тем, что в сканер на тыльной панели попасть по нему сложнее, чем если бы он был на лицевой. Ну, и теперь давайте перейдем к первому тесту производительности под названием Antutu Benchmark. Ну, и пока у нас прогоняется синтетика, я оглашу вам характеристики девайса. Здесь у нас установлен 5,7-дюймовый IPS LCD дисплей разрешением 1920 на 1080 точек. Внутри у нас живет процессор Qualcomm Snapdragon 821, работающий на частоте либо 2,35, либо 2,2 ГГц. Видео обрабатывает Adreno 530, оперативы может быть либо 4, либо 6 ГБ, встроенной памяти либо 64, либо 128. Питает это все дело батарейка на 3800 мАч. Синтетика у нас наконец-то прогналась, смартфон набрал в тесте 150362 попугая. И давайте мы посмотрим, сколько же набрал Mi 5S. Если честно, я очень сильно удивлен, потому что Mi 5S набрал 150418 попугайщиков, что немножечко больше, чем Mi 5S+. По логике вещей должно было бы быть немножко иначе, но тем не менее, маемо-то еще маемо. По поводу нагрева, что я могу сказать, за время прогонки теста аппарат нагрелся буквально едва ли. Он немножечко теплый, и это, в принципе, практически неощутимо. Я бы сказал, что от рук моих он нагрелся почти так же сильно, как и во время прогонки теста производительности. Поэтому, в принципе, нагревом я бы даже, наверное, это не считал. И теперь мы переходим к второму тесту производительности под названием World of Tanks Blitz. Игра у нас запустилась. Давайте выставим настройки графики высокое. Так, выберем вот этот вот танк, но на другом мы не поедем. Игра запустилась, 61 FPS. 61 держится. 60. 61. О, тигра. Так, почему я не могу на нее навестись? Могу. Вас мы пробить не можем, это очень плохо. А вот вас мы можем пробить. Я не понимаю, почему, но игра глючит. Она именно, она не тормозит, она реально глючит. Пинг. Пинг 200. А почему пинг 250? Сереж, у тебя то же самое? Да. Да, ага. Я понял, в чем проблема. Понятно. 300 пинг. 300 пинг. Короче, FPS 61, пинг гораздо выше, 203, пинг... 205 был пинг, а FPS был 58. 60. В принципе, я не знаю, как можно адекватно работать, когда игра не реагирует на твои действия, но зато мы увидели, что самый низкий FPS, который я лично заметил, был 58. Возможно, он опускался еще чуть ниже, но незначительно. Вот, в принципе, картинка отрисовывается очень плавно, все работает хорошо. Так как у нас, наверное, проблемы с интернетом, коли мы вдвоем испытываем с Сергеем Владимировичем проблемы с пингом, то играть еще раз я не буду, потому что будет точно та же картина. После раунда в танках корпус стал чуть-чуть теплее, но я бы не сказал, что существенно. А вот что я хочу сказать, так это то, что я забыл как-то прокомментировать качество сборки. Подогнано все плюс-минус хорошо, хотя нет, не хорошо. Здесь у нас имеется над камерой, я надеюсь, что вам это видно, если не видно, обязательно смотрите обзор, я там про это расскажу. Здесь у нас имеется микро-щель, которая заметна благодаря тому, что за ней, видимо, какой-то черный или темно-серый пластик. Ну вот, и то же самое у нас здесь, но, короче, пластиковые вставки подогнаны не шибко идеально, к сожалению. И теперь давайте послушаем, хрустит ли корпус. Нет, никаких звуков посторонних корпус этот не издает. Пару слов о камерах. Сейчас на своих экранах вы наблюдаете примеры фото, снятые на камеры этого смартфона. Так как на компьютере я их не смотрел, то прокомментировать мне их каким-то образом будет сложно. Но если у вас вдруг есть какие-то соображения по поводу качества снимков, сделанных на Mi 5S+, пожалуйста, напишите это в комментариях. Мне при подготовке сценария будет очень интересно это почитать. Ну и на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас есть какие-то вопросы по Xiaomi Mi 5S+, обязательно пишите их в комментариях к данному видео на YouTube. И я уже отвечу на эти вопросы в рамках нашего подробного видеообзора, который выйдет на канале Ferrum.com. Напоминаю, что ссылки на этот смартфон, а также кэшбэк, который поможет вам экономить на покупках в интернете, ждут вас в описании данного ролика. С вами был Дима, проект Ferrum Live. Не забываем поставить лайк этому видео, подписаться на канал и улыбнуться. Всем спасибо за просмотр. Пока!